Сегодня у нас в гостях эксперт по задним переключателям Здравствуйте! Здоровайте! Меня слышим, вырубает Да, значит, смотрите, рассказываем Вот это вот переключатель Санраан Стоит он 500 рублей Выглядит он вот таким вот образом Подходит там на любую Там от 5 до 10 скоростей Вот это у нас такая видавшая виды старенькая Оливия Сейчас буду рассказывать, в чем разница Стоит она где-то, наверное, тысячи полторы такая Очень тяжелая Вот это у нас Dior 2019 года Shadow Только что из Германии приехал Свеженький, то есть не китайский поделка, а именно немецкий из Германии Вот у нас SLX То есть у нас обзор на такие дешевенькие переклюки Тоже из Германии, тоже 2019 года, тоже Shadow Значит, в чем разница? Основная разница вообще у всех типов переключателей Значит, у дорогих переключателей типа Dior и SLX и так далее У них вот здесь вот металлические штифты стоят Видно, да? А вот у дешевых переключателей Вот эти вот штифты, они алюминиевые Соответственно, у них быстрее износ, больше люфт Так, дальше Вот эта вот часть, голова У дорогих она летая То есть меньшая вероятность того, что она сломает, лопнется А вот у Dior тоже летая голова А вот Оливия Вот этот вот пластик Это не металл Это пластмасса И вот она в этом месте лопнула И вышел наружу вот этого штифта Который держит две части переключателя Вот у NXONRAN за 500 рублей У него тоже пластиковая часть Тоже она вот так вот держит Дальше что? А дальше все Собственно говоря, вообще все остальное одинаковое То есть SLX и Dior, они вообще ничем не отличаются Кроме того, что вот это вот место, куда подходит подводка Она побольше А у Dior она поменьше И все Больше они вообще ничем не отличаются Ну, внешний маркетинговый вид у них немножко разный Да, это вот видно Но вся остальная внутрянка, все колесики, все винтики, все пружинки Вот мы тут сколько-то с экспертом полчаса пива пили, стояли Разглядывали их вообще, вообще они абсолютно ничем не отличаются Винтики одинаковые Гаечки одинаковые Вообще все Вес даже мы взвешивали Оба на электронных весах Вес у них абсолютно одинаковый Все Вот Здесь, конечно, у Alivia Там пружинка может быть чуть-чуть послабше Хотя она, мне кажется, точно такая же Но это старая модель Вот, взяли SONRAN Так Ну все, нам звонят уже Приехали за нами У Alivia, соответственно, ну, пружинка почти такая же Вот он чуть-чуть потяжелее Винтики у него попроще Все Самое, конечно, это пластмассовая голова, которая со временем ломается И заклепки То есть больше люфт И вот SONRAN Который стоит просто в три раза дешевле Alivia Абсолютно точно такой же Пластмассовая такая же у него голова Такая же мощная пружина Все То есть вот эта вот часть у него уже тоже алюминиевая Не как раньше было еще в китайских Вот это пластик Вот это уже алюминий Люфта нету Нормальный переклюк То есть свои там три года, грубо говоря, он отработает без люфтов Без всего Потом вот эти алюминиевые заклепки Вот эти вот Они все износятся Появится люфт Потом сломается либо пружина Либо вот в этом месте Вылезет стифт Все Ну Отработает он Свои пятьсот рублей Как бы с таким огромным запасом Ну не знаю Нет, конечно Это красиво Я себе поставлю Что-нибудь, да, вот такое модное На сваршан Ну Мне кажется по качеству Ну что ты считаешь Нормально же? Нормально Ну вот За пятьсот рублей как бы Как на Ливио Да Да Даже может быть даже Потуже чуть-чуть будет Нет, ну я имею в виду, что Пятьсот рублей Да, вот такой Переклюк стоит на Алиэкспрессе Это Очень шикарное качество Это просто вот Обалденно То есть он Эти деньги отработает В два раза больше Вот Ну конечно это круче Это круче Всем советую Ставить именно такие У нас есть Люди в продаже Эти деньги отректоры Эти деньги отрекутся